Клэрди Клэрди В нашей семье было восемь детей. Я родилась шестой. Старшие сестры постоянно нянчились с нами. Они научили нас петь, играть на музыкальных инструментах. Так что уже в возрасте четырех лет я постоянно пела. Я и мои сестры выступали в больницах и в домах для престарелых. Ведь они не могли, например, пойти на концерты. Мы развлекали их своим пением. Именно тогда я поняла, как сильно я люблю петь. Я была так счастлива видеть, как все эти люди улыбались, когда слушали нашу музыку. Также мы играли на музыкальных инструментах. Помимо пения я научилась играть на скрипке, а затем и на альте. Еще я немного играла на фортепиано, но пение всегда было для меня нечто большее. Я обожаю петь. У меня было прекрасное детство. Я люблю петь. У меня было прекрасное детство. Джаз многие любят за то, что он дает. Изначально джаз – это музыка для всех людей. Его любят многие. Он, как цвета радуги, может быть красным, страстным, а может быть голубым, спокойным, грустным, но всегда будет трогать струны души. Он никогда не повторяется, каждый раз звуча по-новому. Вот что самое интересное. Я думаю, что в жизни люди также каждый день импровизируют. Например, во время разговора не всегда знаешь, что ты скажешь, пока не заговоришь с кем-нибудь. То же самое можно сказать и про джаз. Мы всегда слушаем друг друга, ведь джаз – это общение между исполнителем и музыкантами. Это прекрасное зрелище. Я думаю, публика, когда слушают музыку, понимает этот диалог. Настоящая музыка – она всегда хороша. Это та музыка, от которой вам становится хорошо. Она может вызвать слезу, улыбку, радость или тушку. Она может опомнить о каких-то моментах, которые вы пережили в детстве. Она может перенести вас куда захотите. Настоящая музыка не подвластна какому-либо определенному жанру. Это может быть рок, поп, кантри или классическая музыка. Настоящая музыка – та, которую любят люди. Вы знаете, я должен сказать, что я очень рад. Я должна признаться, я достаточно счастливый человек. Каждый из нас совершает ошибки. Абсолютно у каждого человека порою возникает желание не вставать с утра с постели. Ничего не делать. Но я поняла, что нужно сохранять позитивный настрой и не мучить себя. Это нормально, трудности не так страшны. Ведь на самом деле мы сами создаем их себе. Все, что нам нужно, это сохранять внутреннее спокойствие. Слушать свое внутреннее «я». Для начала я принимаю горячую ванну. Надеваю свой теплый халат и слушаю классическую музыку. Я ни с кем не разговариваю. В такие моменты есть только я, мой халат и классическая музыка. Я люблю классическую музыку. Я люблю классическую музыку. Мой счастливый день? Ну, это легко. Я постоянно об этом говорю. У меня есть любимая работа. Даже когда я чувствую себя уставшей, когда мне грустно или, как сейчас, когда я гастролирую. Это очень изматывает. Но когда я понимаю, что вот скоро я приеду в новый город, как, например, в Уфу, и меня будут встречать как великого музыканта, я становлюсь безумно счастливой. Я люблю свою семью. У меня прекрасный сын, моя радость, мое солнце. Он делает меня счастливой. У меня замечательный муж. Я очень люблю свою семью. Еще я просто обожаю готовить. У меня также есть сад, где я выращиваю цветы. Только цветы, не овощи. Я люблю читать. А, чуть не забыла. Мне нравится фитнес. Знаете, люблю покачать руки. Нужно жить в согласии. Вы должны понимать, что занимаетесь именно тем, чем должны заниматься. Но при этом нужно действительно работать. Это самое главное — работать над собой. Знаете, многие люди мечтают стать богатыми, знаменитыми, но они ничего не делают, чтобы стать настоящими мастерами своего дела. Для меня успех — это не слава и деньги. Успех — это возможность сделать свою любимую работу и делать это хорошо. Это и есть успех. Я не понимаю негативных людей. Людей, которые постоянно жалуются, которые видят только проблемы и не замечают действительно хороших вещей в жизни. От таких людей я стараюсь держаться подальше. Это то, что должен знать каждый. Вы когда-нибудь работали с человеком, который постоянно жалуется, постоянно чем-то недоволен? Это не так, то не так. Такие люди не хотят работать в команде. Работать в команде значит уважать мнение другого, а не раздражать людей своим. Нет, 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 ты делаешь неправильно. Нужно работать сообща.